Профсоюзная выборная кампания – это возможность разобраться, где есть недоработки и что необходимо сделать для выполнения перспективных задач. Именно с такой целью собрались в одном месте порядка 160 участников – профсоюзных лидеров области, главных врачей медучреждений, представителей финансовых служб и ветеранов профдвижения. За пять лет членами Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения было проделано много работы, предпринятые изменения, которые благоприятным образом отразились на людях в части работы профсоюзов. Пришло время подводить итоги. За отчетный период, за пять лет нашей работы, благодаря усилиям всех членов профсоюза, получена положительная динамика по всем направлениям профсоюзной деятельности. По степени доверия к профсоюзу можно судить о профсоюзном членстве. Все пять лет ежегодно у нас была положительная динамика, ежегодно имелся прирост профсоюзного членства. И сегодня у нас членство составляет 98,93%. Это показатель очень хороший в сравнении с другими отраслевыми профсоюзами. Очень хорошо развита у нас в области коллективно-договорная работа. Из 127 организаций у нас в 119 заключены коллективные договора. Это тоже очень высокий показатель. Особенно эта работа была активизирована в последние два года. И благодаря реализации вот этой коллективно-договорной работы, благодаря эффективному социальному партнерству, мы за пять лет добились роста заработной платы на 69%. Свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией. Все вопросы решаются в интересах членов отраслевого профсоюза. Потому совсем неудивительно, что доверие медиков к этому сообществу очень высокое. В нашем учреждении, профсоюзной организации, членство 99,6%. Это говорит о многом. Это говорит о том, что нам доверяют, с нами хотят работать. Мы можем защитить, помочь в сложной ситуации. Мы организовываем очень много крупных столов, поездок, всевозможных диалоговых площадок, конкурсов. Все понимают, что мы на страже, и мы всегда поможем, поддержим в сложной ситуации. Материальной помощи очень много у нас оказывается. Профсоюзный комитет участвует во всех заседаниях административных. С нами обсуждаются и изменения в коллективный договор, соответственно. Прежде всего, подписание контрактов с работниками, заключение контрактов и расторжение контрактов – это всегда у нас на контроле. И, конечно, профсоюзы заботятся о социальном и экономическом благополучии членов профсоюзной организации и их семей. Кроме того, проводится серьезная работа по созданию безопасных условий труда для сотрудников здравоохранения. И, безусловно, не остаются без внимания молодые специалисты. Стараемся активно поддерживать молодежь, молодых специалистов, как врачей, так и средних медицинских работников в их становлении и в профессии. На сегодняшний день все нуждающиеся обеспечены жильем, общежития либо арендным. И в том числе, кто снимает самостоятельно жилье по договорам, имеют возможность получать частичную компенсацию за найм. За каждым молодым специалистом закреплен наставник. И это у нас организовано на период до шести месяцев, когда осуществляется сопровождение, помощь, обучение, контроль знаний. Наставники тоже поощряются за эту работу. И мы видим практическую отдачу, потому что мотивация в труде молодых специалистов явно выше, чем, скажем, было до института внедрения наставничества. Это подтверждает тот факт, что профсоюзы-наниматели уделяют большое внимание молодым работникам и специалистам, которые пришли на свое первое рабочее место. Представители профсоюза в организации стараются поговорить с ними, узнать, нужна ли помощь и рассказать, какие дополнительные гарантии и льготы предоставляют таким работникам коллективный договор. При этом не забывают и о других категориях специалистов. Основная наша задача на ближайшую пятилетку – это вопросы оплаты труда наших медицинских работников. Мы будем проводить мониторинги в наших коллективах, находить те недостатки, связанные с начислением, ошибками, которые есть. Будем реагировать на те вопросы, которые задают наши члены профсоюзов. Спасибо. Оперативно решаются вопросы и принимаются решения с точки зрения увеличения роста заработной платы в социальной сфере в целом и в здравоохранении. Например, базовая ставка, которая с 1 января увеличится на 270 рублей – это очередное повышение заработной платы. Кроме этого, мы постоянно проводим мониторинги. И если какие-то задаются вопросы, то мы реагируем, вносим предложения Министерства здравоохранения для того, чтобы устранить те перекосы, которые могут быть в оплате труда в системе здравоохранения. Конечно, уже вопросы охраны труда, они тоже будут на контроле. Мы ставим вопрос поддержки наших специалистов, работающих в скорой медицинской помощи, в частности, приобретения видеорегистраторов для безопасной работы. Это следующая приоритетная задача. Ну и самое главное – это микроклимат в коллективе, решение кадровых вопросов. Это вопросы сплочения коллектива через различные наши мероприятия, которые мы проводим. Да, членами профсоюзной организации было сделано немало за прошедший период, а потому делегаты отчетно-выборной конференции проголосовали за одобрение работы областного комитета за отчетный период. А председателем Брельской областной организации профсоюза на срок полномочий вновь избран Николай Скаскевич. Продолжение следует... Продолжение следует...